Это обыкновенный бланк ЕГЭ и ОГЭ. Однако немногие знают, какие секреты он таит в себе. Дело в том, что графа резерв 5 в правом углу располагается не просто так. Создатели государственных экзаменов предусмотрели возможности читерства. Именно в эту графу вписываются цифры, при прочтении которых компьютер автоматически засчитывает вам 100 баллов экзамена. Эти три цифры ты узнаешь совсем скоро, в конце этого видео. Но пока реальные советы, как тебе не завалить ОГЭ или ЕГЭ, который на секундочку начинается уже завтра. Ненавижу тебя! Первое правило. Ничего лишнего. Все, что тебе понадобится на экзамене, это наличие собственной головы и немного знаний в ней. Пора понять, что экзамен по сути своей не по квантовой физике и включает в себя элементарные школьные знания. Кимы это такой же типовый тест, который вы тренировались решать весь 9 или 11 класс. По статистике, все те шпаргалки, которые вы пишете в последнюю ночь перед экзаменом и скурпулезно засовываете в себя, не пригождаются, а иначе вводят в заблуждение и наводят панику. Согласитесь, гораздо приятнее прийти на экзамен абсолютно чистым, без всего... Ну, одежду лучше, конечно же, на себя надеть. И освободить процессы мозга, которые вынуждены постоянно думать о том, в каком же кармане у меня находится очередная шпаргалка, и заставляют вас переживать о том, как бы мне сейчас случайно что-то не выронить перед камерой. Второе правило. Начинайте с самых сложных заданий. Дело в том, что, начиная делать тест, в первые часы мозг сконцентрируется на самых малейших деталях, перепроверяет каждый шаг и вообще работает эффективнее. Именно поэтому стоит начать с письменной части, за которую дают наибольшее количество баллов. Лучше сделать качественнее тяжелую работу, за которую дадут больше всего баллов, и потом по-быстрому на автоматизме прорешать простые тесты. Не высиживайте из себя знания. Переходите к следующему заданию. Я даже стих какой-то сочинил в процессе. Типичная ошибка, которая до хорошего никогда не доводит. Вы решаете задания по порядку, и на одном из них дико застряли. Не можете вспомнить правила, забыли автора книги и так далее. И вот вы, смотря в потолок, ждете, пока силы свыше помогут вам. Так вот, вы напрасно тратите ресурсы мозга, да и время. Забыли, не поняли, зависли, и уже сидите более пяти минут, переходите немедленно к следующему заданию. Так будет гораздо результативнее. В противном случае не получится ничего. Следующее правило. Дайте воды. Можно воды! Пятнадцатый год. Пятнадцатый год. Это важно. Я отсталый человек от трендов, простите. Вода уникальный напиток. Она содержит в себе жизненно необходимые элементы. А когда все в тонусе и есть достаток этих элементов, мозг работает, ну, гораздо эффективнее. Не верите? Проверите. На экзамене у вас есть бесконечный запас воды и безлимитный тариф по посещению водопойни. Но не преувеличивайте. Выпив весь кулер, вы не сдадите гарантированный экзамен. А лишь, ну, в общем, что будет, напишите в комментарии. Там два варианта. Ну, а теперь пришло время узнать те три цифры для успешной сдачи экзамена автоматом на 100 баллов. Итак, вы готовы, я надеюсь? Я не вижу. Поставьте видео на паузу и напишите, что вы готовы. Итак, 9, 9, 8. Именно столько лайков я хочу увидеть под этим видео прямо сейчас. А по поводу секретных цифр, их не существует. Я кликбейтил. А вернее, правильнее будет сказать, я сделал такую грамотную подводку к одному из самых, наверное, важных тетисов при сдаче экзаменов. Помните, что на государственных экзаменах все интернет-мошенники очень сильно наживаются. И придумав подобную глупую историю, они могли бы и потребовать с вас деньги за те секретные цифры. Создается куча групп и даже компаний, продающих ответы на ОГЭ или ЕГЭ. И никогда не нужно верить многочисленным вбросам. Запомните, уже второй раз вам об этом говорю. Ответов на ЕГЭ нет и не будет. Были. На тестовую часть ОГЭ ответы до сих пор есть, но я вам об этом ничего не говорил. Не ищите халяву и не тратьте время и деньги на поиски истины в подобных теориях заговора. Лучше потратите это время на реальную подготовку. Дорогие выпускники, совсем скоро вы сдадите свои экзамены, будете этому безумно рады. Отметьте свой выпускной, понимая, что 9 или 11 лет заточения уже успешно отгремели, и впереди вас ждет свободная, взрослая, наполненная позитивными моментами, счастьем, радостью и, самое главное, свободой жизнь. Поступите в университет, и именно там начнется настоящая жопа, потому что постоянные сессии, потому что постоянно что-то от тебя требуют, потому что ты не просто там утишься, потому что должен учиться, а тебя, если ты не учишься, могут очистить просто-напросто. Потом всякие эти курсовые работы будете писать. Да вообще, такая жопа начнется. Любая сессия для вас станет, но просто вот по сравнению с этим реально огромные-огромные цветочки. Реально все, ребята, вы че? Че вы тут ноете, а? Жопа будет полнейшая. Удачного образования, до свидания. Всего хорошего. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова